Во исполнении указа главы Республики Есена Сергеевича Николаева Министерство образования и науки Республики на сегодня продолжает реализацию мер поддержки семьям военнослужащих, участников специальной военной операции. Это значит освобождение детей от платы взимаемой с родителей законных представителей за присмотр и уход за детьми, посещающими детские сады, муниципальные и государственные. А также мы сегодня организуем бесплатное горячее питание учащимся с 5 по 11 классы и сегодня идет активно работа по обеспечению бесплатными путевками детей в возрасте от 6 лет до 18 лет, посещающих летние оздоровительные организации. С 1 мая у нас открылась запись во все летние лагеря отдыха детей и прием документов сегодня, запись производится на едином портале государственных услуг. Родители здесь представляют документы для получения направления в организацию отдыха детей. Это заявления родителей, законных представителей, копии документа, регистрирующие личность ребенка, копии свидетельства о рождении ребенка или паспорта, если ребенку старше 14 лет, справка о состоянии здоровья ребенка и справка об окружении ребенка. А также сегодня требуется страховка от несчастных случаев и согласие родителей на обработку персональных данных. У нас работает штаб организации летнего отдыха детей. На летний период у нас будут работать государственные учреждения, это Сосновый Бор, Сир Устро, Кемпендей. И принимаем детей заявки в Малой Академии Наук Республики, а также в оздоровительный лагерь Кескель. Значит, мы продолжаем сегодня поддержку мер заключения договоров на целевое обучение наших студентов. И продолжается сегодня разъяснительная работа в штабе абитуриент для поступающих в среднепрофессиональные учебные заведения и учреждения высшего образования. Здесь тоже работает у нас телефон горячей линии 50-60-44. Есть приоритетное заключение зачисления детей в среднеспециальные учебные заведения. Это при равенстве баллов при поступлении приоритет получают дети участников СВО или могут быть сами участники СВО. А в учреждениях высшего образования у нас есть 10% от контрольных цифр приема студентов. Заключение тоже по приоритетному направлению. И сегодня тоже продолжаются меры по установлению повышенной стипендии студентов. Сегодня студенты более 300 человек получают такую стипендию. В месяц это 5607 рублей.